МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Команда «Авангард Омск» Петрий Матиканин, команда хозяева «Локомотив» Том Роу. И первое слово нашим гостям, пожалуйста, Петрий. Петрий Матиканин. Первое слово, что это замечательное ощущение. Пакт. Айс-холли. Гретье ощущение играть здесь. И глава глава команды. Очень хорошая команда. Мы подготовили хорошо сегодня. И я думал, что мы играли очень сильно. Мы боролись очень сильно. И мы скатали все четыре лайнера и все 6-д. Мы боролись очень сильно. Во-первых, хочу сказать, что просто великолепная атмосфера. Такая очень тяжелая, хорошая игра против одного из лидеров, команды, которая очень хорошо дома играет. В отношении нас могу сказать, что мы очень хорошо подготовились. На льду мы сегодня все бились. Все четыре звена действительно бились. И было очень трудно сегодня. Я думаю, что это очень тяжелый, тяжелый начальник. У нас выдался очень тяжелый старт по определенным причинам. В основном, это, конечно, из-за обилия травм. Но сейчас могу отметить, что мы учимся в процессе игры. Мы играем все лучше. Мы атакуем воротом и идем на добивание. И сейчас в нашей игре наметились хорошие тенденции. Мы стали забивать больше, чем одну-две шайбы за игру. И я очень доволен тем, как сегодня мы и сражались, и играли как команда. И я думаю, что это была хорошая, хорошая опыт для нас, что мы сделали локомотивы очень близко. Мы взяли несколько пеналей, и они уничтожили пара-плей. Пара-плей очень опасный. Но это хорошая опыт для нас, что мы должны бороться в конце. И мы смогли обладать победу в третьем периоде. Для нас это также и великолепный опыт сегодня получен. Это тот момент, когда локомотив практически сумел сравнять счет. В третьем периоде нам было очень тяжело. Но именно вот эта самоотверженная игра в меньшинстве, в частности, многому нас научила. Спасибо. Спасибо вам. Том. Congratulations to Avangard. I thought they played great. We played probably two of the worst periods that we've played all year. But that had a lot to do with the way Avangard took us out of our game. Поздравляю наших соперников с победой. Я считаю, что первые два периода, которые мы провели, были одними из худших в этом сезоне для нас. We've been on a heck of a run. I mean, our guys have been playing great. We've been going on the road, getting a lot of points. So you're going to run in tonight's like tonight. But, like we told the guys after the game, it's a great learning experience. Veterans and for the young guys. And that's what we're going to take out of it. I thought we played terrific in the third. And that's more how we have to play. После игры у нас был разговор. Мы вспомнили то, как хорошо мы провели выезд, набрали много очков. И сегодняшняя игра – это дополнение к нашему опыту. Мы провели великолепный третий период. И впредь должны играть так же, как играли во время третьего периода. And with the group of guys we have, you know, we'll get right back to work tomorrow. We've got terrific leadership. And we've got a good bunch of young guys. So, like I said, it's an education we got tonight. And opens a lot of eyes. And our young kids, I think, will understand how good this league is now after tonight. Сегодняшняя игра открыла глаза, откроет глаза многим молодым ребятам на то, какого уровня КХЛ. И они получили сегодня много опыта. Завтра мы вновь приступим к тренировкам. И поработаем над ошибками. И будем идти дальше. Спасибо. Ваши вопросы. Том, на одной из предыдущих пресс-конференций вы говорили, что победный состав не любите менять. Тем не менее, сегодня произошли изменения. Это вынужденная мера? В первую очередь вы говорили, что если вы не любите менять изменения после победы. Но сегодня были какие-то изменения. Почему вы сделали это? Ну, я думаю, как тренировка, вы получили право, чтобы менять минуточку каждый раз в час. У нас достаточно много игроков в составе. И просто я решил принять такое решение. Не было какой-то специальной подоплеки. Просто распорядился так и сделал такой состав на сегодня. Да, пожалуйста. Насколько определяющим стал большой штраф Лизучина в первом периоде, который, в общем-то, развалил все зрения. И вообще, что с Романом нужно сделать, чтобы его разбудить? Я не знаю, что с Романом нужно сделать, чтобы его избежать. Я не знаю, что с Романом нужно сделать, чтобы его избежать. Это такие ситуации происходят в хоккее. То, что когда они случаются, они всегда вызывают перемены в звеньях. И я отмечаю, что Роман гораздо лучше играл на выезде, чем сейчас. Но так произошло, и это нормально. Есть еще вопрос? Вопрос тренинг у гостей. Вангард всегда был одним из самых активных на транспортном рынке. Почему вот сейчас, во время локаута, не сделали громких приобретений, хотя в прессе назывались фамилией Dustin Brown, того же Джеру, Андуша? Он играл хорошо, играл очень хорошо tonight. Я знал его. Я знал, что я получал от него. Не важно, где он приходит. Я хочу игроков, которые думают о хоккея так же, и у них много сердца. Это и лидерство. Это, что мы нуждаем. Я не важно, если игроков приходит из Монголии или Америки. Это не важно мне. Но мы не найдем кого-то. Мы увидим. Хочу сказать, да, мы вели переговоры с некоторыми ребятами из НХЛ. Но переговоры все еще идут. То есть мы не нашли еще. Хочу сказать, вот, к примеру, мы получили такого игрока, как Купаринин. Я работал с ним, я его знаю хорошо. Я знаю, что от него можно ожидать, что я могу от него требовать на льду. И такие игроки нам нужны, в частности, неважно, откуда он приходит, из Монголии или из Америки. Потому что лидерские качества его должны очень помочь команде. Как Том Роу сказал, head coach has a right to pick a spot here. And I think the first line has been working really well. And they showed today how good they were. I don't want to break. I might sometime after season try them together, but this is not the time. Вопрос вам. Вы уже говорили, что первый и второй период, откровенно, не так получился у вас. Тем не менее, прокомментируйте игру во втором периоде Локомотива, поскольку команда выглядела совсем неубедительно. И в связи с этим, вторая часть вопроса. У вас будут вопросы к защитникам, в частности, к Кондратьеву, Куликову? Я думаю, в первом периоде, Локомотива была очень плохой. Субтитры сделал DimaTorzok Я хочу отметить, что вся команда, весь коллектив сыграл во втором периоде неубедительно. И это случилось потому, что «Авангард» играл великолепно и тактически, и физически. И Куликов великолепный защитник, и Кондратьев тоже хороший защитник, но просто сегодня у нас игра не сложилась. Все, давайте закончим, уже время позднее. Все, спасибо, до новых встреч. Продолжение следует...